Как долго Армения будет испытывать терпение России? Когда в Ереване зазвучали заявления о союзнических отношениях России и Армении, в этих отношениях, по иронии судьбы, вновь обнажился давний скелет в шкафу, многострадальная тема Горегина НЖД. Новый скандал вокруг одного из создателей армянского легиона, германского Вермахта, разбирает политический обозреватель Сергей Стракань, специально для портала Москва-Баку. На фоне визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Ереван, за которым на этой неделе пристально следили в Москве и Баку, менее заметным оказалось другое, по-своему знаковое событие, происшедшее на юге России, в городе Армавире Краснодарского края, где проживает многочисленная армянская диаспора. Именно на этой неделе, когда в Ереване звучали заявления о союзнических отношениях России и Армении, в этих отношениях, по иронии судьбы, вновь обнажился давний скелет в шкафу, многострадальная тема Горегина НЖД. Произошло вот что. Депутат городской думы Армавира Алексей Виноградов совершил громкий политический жест, проник на территорию храма Армянской апостольской церкви и закрасил черной краской установленную здесь памятную доску сегодняшнему национальному герою Армении, одному из создателей армянского легиона, германского вермахта Горегину Тер-Арутюняну, известному как генерал НЖД. Официальная реакция армянской стороны последовала незамедлительно и была предсказуемо жесткой. Выражаем глубокое возмущение в связи с происшедшим в Армавире инцидентом. Эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению, говорится в заявлении посольства Армении в России. При этом в армянской депмиссии сообщили о том, что происшедшее вызвало серьезную озабоченность как в Армении, так и среди представителей армянской диаспоры в России. Мотивируя свои действия, армавирский депутат пояснил, что пошел на эту крайнюю меру, поскольку 11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти, а также представители местного отделения Союза Армян России обещали демонтировать памятную доску НЖД. Но так этого и не сделали. В связи с этим Алексей Виноградов и взял инициативу на себя, вооружившись баллончиком черной краски. В то время как армянская сторона называет инцидент актом вандализма, обращает на себя внимание, что никакого дела об административном нарушении возбуждено не было. Российские правоохранительные органы не нашли для этого оснований. Конечно, можно было бы попытаться представить дело таким образом, будто подобная категория лиц всегда есть в каждой стране мира. Порой экстравагантные поступки совершают и люди, облеченные властью. Но это явно не тот случай. На самом деле Алексей Виноградов своим поступком выразил то, что сегодня думают и чувствуют в России очень многие, учитывая, что тема фашистских преступлений была и остается для миллионов россиян, не заживающей раной без срока давности. В оценке этой темы нет и не может быть никаких оговорок и ссылок на обстоятельства, позволяющие сделать исключение из правила, оправдать любое сотрудничество с нацизмом. Документальным подтверждением того, что, как Алексей Виноградов думают многие известные российские политики и эксперты, стало заявление представителя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками Леонида Калашникова, частого гостя на российском телевидении. Несколько недель назад, рассуждая об армавирской истории, Леонид Калашников заявил, «Я намерен заняться решением этого вопроса лично. Лично отправлю запросы и буду добиваться демонтажа. Будем бороться, будем заниматься. Для меня, как человека, возглавляющего комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, памятная доска, табличка в честь Галлигина НЖД – это как красная тряпка. Пока я ее не ликвидирую, я не успокоюсь», – продолжал Леонид Калашников. «Знаю Леонида Ивановича лично, не раз становился свидетелем проявления его принципиальности и твердости характера. Поэтому вполне допускаю, что, окажись он в эти дни в Армавире, Леонид Калашников мог бы сделать нечто подобное тому, что совершил его коллега Алексей Виноградов. Нельзя не заметить, что все это произошло сразу после того, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров покинул Ереван, где было приложено немало усилий для того, чтобы продемонстрировать, что в оценке событий Великой Отечественной войны, которые сегодня дают в Москве и Ереване, нет никаких расхождений и никаких двусмысленностей». Сергей Лавров и его армянский коллега Заграбнацца Конян посетили выставку, посвященную победе над фашизмом, и сделали на церемонии ее открытия важные заявления. 9 мая наш общий праздник, а также наша общая история о том, как мы вместе сражались и шли к общей победе. Победа в Великой Отечественной войне является достижением всех народов бывшего СССР и стран антигитлеровской коалиции. Поэтому для нас недопустимы любые усилия и попытки исказить правду о войне, отметил Заграбнацца Конян, напомнив о том, что на фронтах Великой Отечественной войны воевали 600 тысяч сыновей армянского народа из Армении, из союзных республик и из диаспоры, и половина из них не вернулась из поля брани. Ровно месяц назад на саммите глав государства СНГ в Ашхабаде, где обсуждались вопросы отношения к истории и в частности к событиям Великой Отечественной войны, между лидерами Азербайджана и Армении произошла ожесточенная полемика. Ильхам Алиев и Никол Пашинян так и не пришли к общему мнению. Каждый остался при своем. Ильхам Алиев тогда говорил об уникальной роли Азербайджана в разгроме фашистов и даже рассказал малоизвестную историю о том, как Гитлеру понесли торт, на котором было написано «Баку». В торте было углубление, а в нем жидкий черный шоколад, символизирующий нефть. Однако, когда Ильхам Алиев напомнил, что в центре Еревана сегодня стоит шестиметровый памятник Горегину НЖД, которого он называл палачом и коллаборационистом, сотрудничавшим с фашистами, Никол Пашинян эмоционально возразил азербайджанскому коллеге, заявив следующее. Правда в том, что Горегин НЖД боролся против турецкой оккупации, а в 1918 году вместе с советскими офицерами руководил очень важным участком фронта в армяно-турецкой войне. Приведу свидетельство лично присутствовавшего на встрече в Ашхабаде специального корреспондента российской газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова, который описал произошедшую коллизию так Никол Пашинян от избытка чувств вдруг бросился в защиту Горегина НЖД и вряд ли ему следовало это делать. Бессмысленно спорить с тем, что этот человек действительно сотрудничал с нацистской Германией. И вот через месяц после перепалки на саммите СНГ в Ашхабаде и прозвучавших в Ереване уже после этого в ходе визита Сергея Лаврова правильных слов про общий праздник и общую победу Неожиданные драматичные события в Армавире и официальная реакция на них армянской стороны напомнили о том, что старый скелет в шкафу, где был, там и остался. В то время как в Москве и Баку считают НЖД пособником фашистов, в Ереване продолжают стоять на своем, руки прочь от нашего национального героя. В распространенном в этом году докладе МИД России о заглавленном о ситуации с героизацией нацизма говорится о предпринимаемых в Армении шагах по увековечиванию памяти такого неоднозначного политического деятеля, националистического толка, как Горигин НЖД, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим Рейхом. Но в Ереване с этой оценкой, судя по всему, будут не соглашаться и дальше. А ведь вкратце, суть этого неоконченного спора выглядит так. Одна сторона говорит другой. Вот был такой исторический персонаж, который в годы Великой мировой войны сотрудничал с нацистами и осуществлял политическое руководство армянским легионом Вермахта, который, по данным архивных материалов, проводил карательные операции в Крыму. Давайте его осудим и тем самым подведем черту по трагедии Второй мировой. Но не тут-то было. На это другая сторона возражает. Еще за четверть века до Второй мировой войны НЖД стал автором учения о национальной идентичности армянского народа и боролся с турками. Но ведь на самом деле с этим никто и не спорит. Защитники НЖД в Ереване не понимают или делают вид, что не понимают того, что на самом деле речь идет о другом. А именно, речь идет о той роли, которую НЖД играл не в 20-е, а в 40-е годы прошлого века. Если кто-то продолжает не понимать, приведем еще одну аналогию, чтобы всем все окончательно стало ясно. Был такой военачальник, фельдмаршал Карл Маннергейм, который в годы Первой мировой войны в составе русской армии доблестно сражался с немцами. А до этого на Дальнем Востоке участвовал в сражении с японцами. И между прочим, стал георгиевским кавалером и генерал-лейтенантом русской армии. Но при этом была ведь и финская война. Помните ту самую линию Маннергейма? Была блокада Ленинграда, в которой той самой бывшей георгиевский кавалер Маннергейм сыграл далеко не последнюю зловещую роль. И, наконец, сохранилось фото 1942 года, на котором в день своего 75-летия Карл Маннергейм позирует с Адольфом Гитлером. Все это было. Историю не отретушируешь. Страницы с нее не вычеркнешь. Придет ли сегодня кому-то в голову в России, вспоминая события 100-летней давности и оставляя за скобками Вторую мировую, назвать этого Маннергейма национальным героем независимой России? Конечно же нет. В общем, история генерала НЖД, судя по всему, так и останется старой занозой или же скелетом в шкафу российско-армянских отношений, вызывая закономерные вопросы о том, как совместить это со звучавшими на этой неделе заявлениями об общей памяти и общей победе. Остается только понять, когда в очередной раз распахнется шкаф и обнажится все тот же скелет. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи!